Привет, друзья! Вы на канале ВМЗАП и с вами я, Роман. Сегодня у нас очень интересный случай. Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска со стуком ДВС. Привезли, как видели, на эвакуаторе, но владелец его пока не заводил. Вернее, как он заводил, услышал стук, заглушил, вызвал эвакуатор и приехал к нам. Сейчас мы давайте с вами попробуем его завести и послушать, что же там все-таки за звуки, которые владельцу показались подозрительными. Ну а сейчас давайте попробуем завести двигатель. Ну и давайте в салон заглянем. В принципе, все достаточно неплохо. Владелец следит за машиной. Видите, какой чистенький салон, аккуратненький. Все протерто, прям не пылинки, не соринки. Руль потерт. Ну и понятно, что за 9 лет, конечно, сотрется что-то. Да, молотит он знатно. Пробег 116-813. Ну, звук характерный для шатуна. Поэтому, все, не будем больше испытывать. Двигатель, сейчас заглушим. По низу. В принципе, эти машины достаточно надежные. Проблем с ходовкой у них, по большому счету, никогда не встречается, если владелец ездит аккуратно, регулярно переезжает на ТО и на осмотр. Общеизвестная проблема – это обслуживание полного прилога и моторы. А так, здесь все, в принципе, живое и рабочее. Люфтов никаких нет, стуков, глюков тоже нет. Владелец на это не жалуется. Ну и состояние снизу достаточно все хорошее. Машины достаточно качественные, не гниют. И пока мы с вами ходили, смотрели подвеску, Константин уже сливает масло. Ну и мы давайте с вами посмотрим, что же оттуда все-таки выливается. А выливается она у нас, товарищи, вместе со стружкой, с металлической. А металлическая стружка у нас – это 99 процентов. Это остатки кладышей шатунных, которые вон гремели, не грохотали при работе двигателя. Выдернули мотор. А сейчас давайте заглянем в катализатор и посмотрим его состояние. Вот он, это первая банка, которая находится у нас в выпускном коллекторе. Вот там, видите, по краям есть небольшие начавшиеся разрушения. И здесь, как видите, на внешней поверхности лежат кусочки уже начавшего разваливаться каталитика. Поэтому катализатор будем удалять, предложим вам, всяком случае, владельцу. Удаление катализатора, видите, пыль такая серебристая, это вот как раз говорит о том, что керамика начинает оплавляться и разрушаться. Такие катализаторы нужно заменять. Сейчас заглянем во вторую часть катализатора, в оставшуюся, которая находится внизу. Вот она. Там точно такие же разрушения, очень похожие. Видите, они находятся в нижней части самой банки. А здесь на поверхности частицы не лежат. Почему? Потому что здесь каталитика у нас лежит горизонтально, а в выпускном коллекторе он стоит вертикально. Поэтому весь мусор, который там появляется, он осаждается на верхней части сот. И здесь вот видите, внешне так камера не передает этого разрушения, но процесс пошел. Вот видите, там видно неравномерная такая поверхность, что говорит о том, что он начинает выходить из строя. Поэтому тоже будет, соответственно, удален оттуда. Мотор внешний сухой, течень криминальных на нем не обнаружено. Поэтому сейчас давайте-ка его положим на стол операционный, разберем и продефектуем. Ну и судя по состоянию внутренности этого двигателя, масло на нем меняли не очень часто. Видите, как много лаковых таких отложений. Все это говорит о том, что масло было не очень хорошего качества и меняли его гораздо реже, чем там 7-8 тысяч километров. Что и привело в дальнейшем вот к полонке на столь раннем пробеге, потому что это уже второй владелец. И когда он купил машину, он сразу поменял масло. Проехал на нем около там 10 тысяч километров и он у него застучал. Соответственно, он обратился к нам. Разобрали в таком состоянии двигателей. Крышка, соответственно, внутри тоже вся коксичерная. Это прямое следствие не очень хорошего масла, либо масла, которая менялась там, как положено, рекомендован там 15-20, не 20-летний. Каждые 15 тысяч оно и здесь менялось не чаще. Блок принесли с мойки. Обращу ваше внимание, то что у нас блоки мы моем два раза. Первый раз грубая мойка, потому что, чтобы отбить всю грязь. И после этого мы отвезем его на ростовскую гильзовку. И помоем второй раз, да, он уже будет привезен после гильзовки. Там уже каналы моются и все, чтобы никаких там стружек в каналах не оставалось. А это вот обратите внимание на задиры, которые присутствуют в этом блоке. Давайте повернем, чуть лучше видно было. Вот на первом цилиндре, ну как обычно, никуда от них не денешься. Какое-то масло не используй пока, которое у нас в стране продается. Какие форсунки там или волшебные, не волшебные, не ставь. Все равно они есть. И он на четвертом цилиндре. Вот, он там немножко заржавел, пока его помыли химией. Но все равно задиры отчетливо видны. Так что сейчас он поедет на гильзовку, а потом с вами мы разложим все детали на столе и покажем, что будет поставлено новым. Ну что, друзья, это лежат у нас внутренности, неисправные от двигателя, которые сейчас собираются и ставятся на автомобиль. Снили мы здесь блок этих балансированных валов с более смазанным насосом. Но вместо вот этого поставили обычный масляный насос от двухлетрового мотора. Тем самым мы убрали лишнюю точку потребления масла, что благотворно скажется на масляном питании двигателя. Также заменили один шатун, на котором были разбиты вкладыши. Вот он, видно, в потертый. Ну и, в принципе, такие шатуны, когда на них разбивают вкладыши, вот таким образом, нужно менять, потому что отверстие вот это разбивается. Соответственно, при замене на модернизированный масляный насос были заменены цепи, звездочки, успокоители, натяжители. Также была заменена помпа, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться. Но она вроде как и имеет такой влажный вид, запотевание. Но поскольку пробег достаточно большой, помпу было решено заменить. Естественно, коленчатый вал заменили, потому что производитель не предусматривает ремонтные размеры вкладышей. А здесь на шатунных шейках имеются следы задиров. Обратили мы внимание, кстати, вы должны были видеть, мы вам показывали катализатор. Здесь вот лежит его коллектор, который переделан под пламя-гаситель. Здесь уже, соответственно, он внутри варен. Катализатора здесь уже нету, соответственно, разрушаться нечему, и куски керамики не будут попадать в двигатель. Ну а нам с вами осталось дождаться запуска двигателя и послушать, как он работает после восстановления. А, еще хотел что сказать-то. На поршнях залегли кольца, мы вам это должны были показывать. Вот, это его старые поршни с загирами. И залегают кольца поршневые, вот они, мертвые. Это еле-еле, нет, тоже мертвые. И мы ради интереса один поршень замочили химией. Вот он у нас тут сутки пролежал. Сейчас давайте его ототрем и посмотрим, на что он помогло ли это. Так, вот наш поршень. Кольца у него чуть-чуть отошли, но не совсем. Вот одно из компрессионных колец сломано. Вот, не видите, сейчас я его попытаюсь вытащить. Вот, подзакисли немножко, вот, видите, кусочек кольца отломился. Ну, отошли немного, но мостосъемное кольцо так и осталось, видите, но не вылезает. И не шевелится. Так и осталось там, закисшим. Выпускной коллектор, видите, здесь он тоже треснул, мы его заварили. Проблема у них заключается в том, что эти выпускные коллекторы, он, видите, трескается как с верхней, так и в нижней части из-за высокой теплонагруженности. Связано это, скорее всего, с тем, что программа управления двигателем написана с целью экономии топлива. И, соответственно, используются здесь более обедненные смеси, что приводит к высокому образованию температуры, то есть высокая теплонагруженность двигателя. В результате чего вот этот выпускной коллектор перегревается и лопается. Вот такие вот дела. Ну, естественно, друзья, покажем вам, что мы будем устанавливать на этот двигатель. Разумеется, комплект новых прокладок и сальников. Естественно, фильтр масляный, воздушный тоже там лежит. Зальем обязательно масло 5,20, потому что зима близко. Разумеется, комплект вкладышей как коренных, так и шатунных, потому что коленчатый вал у нас был задран и будет заменен на новый. Комплект поршневых колец, ну, разумеется, поршни и гильзы. Блок загильзован. При разборке обнаружили заклинившую муфту генератора. Вот она, эта новая лежит. Будет установлена новая муфта обгонная. Полукольца, разумеется. Это у нас натяжители, успокоители, прошу прощения. И поскольку на моторе стоял блок с балансирами и масляный насос был не очень хороший, потому что вкладыши провернули, заклинило. Мы здесь установим от двухлитрового масляный насос, соответственно, для этого, для того, чтобы установить масляный насос на двигатель КАЕ, нам требуется установить новый масляный поддон другой формы. Вот он здесь лежит. Мы его поставим. Вот они, новые поршни. Ну, это два, и еще два лежат в коробочке. Просто на столе все не уместилось, но поверьте на слово, что их четыре новых. Ну и, разумеется, головка блока. Мы ее уже подготовили к установке. Здесь заменены маслостемные колпачки, клапана притерты и установлены. Головка собрана. Ждет блок, который будет собран. А это, соответственно, старые запчасти колена и старый поддон с масляным насосом с блоком балансированных валов. Помойку, утиль. Теперь нам осталось дождаться блок для установки этих новых деталей в него. Константин у нас мотор уже собрал и даже установил на автомобиль. Сейчас их проверю. Последние секунды перед запуском все сейчас подключим форсунки. Проводочки все проверим, там все ли там затянуто. Подключены все ли разъемы. И будем заводить. Все, заводить. Ну что, пробуем. Сейчас мы осуществим пару раз. Накачаем давление масла, чтобы погасло. Все, погасло. Погасло. Все, давление набирает, стуков посторонних нет и все хорошо. Это гайковерт. Это не мотор. Все нормально? Тихо. Нет. Это воздух, наверное, в топливной рейке, в рампе. Все, вот сейчас ровно. Все, пойдем. Работает? Ровно. Все накачалось. Топливная рейка прокачалась. Помыли за солнышко, чтобы обороты не плавили. Сейчас все ровно. Дым, это не страшно. Это обгорает захватанными руками коллектом. Шепчет. И ремонт данного конкретного двигателя обошелся в 213 тысяч с переделкой масляной системы. Ну вот, мы и закончили капитальный ремонт двигателя на данном автомобиле. И все-таки мы ответим на вопрос, какое нужно использовать масло, для того, чтобы как можно дольше избежать задиров. Но это оказалось не так просто, как могло показаться в первый раз. Поэтому мы об этом обязательно скажем, но чуть позже. А пока пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok